Всем доброго времени суток! Мы продолжаем серию обзоров средств индивидуальной защиты. И сегодня у нас на обзоре самый массовый гражданский советский противогаз ГП-4У. Ну что ж, поехали! Итак, ГП-4У расшифровывается как гражданский противогаз типа 4 усовершенствованный. То есть от ГП-4 он отличается небольшими изменениями в клапанной коробке, а также удлиненной гофротрубкой. Данный противогаз производился с 1955 года по 1974 год включительно. Производили его в огромных количествах, настолько много, что количество данных противогазов превосходило население Советского Союза того времени в несколько раз. В 1975 году ГП-4У был полностью снят с производства и на его замену пришел более современный противогаз, легендарный ГП-5. Ну что ж, давайте рассмотрим сам противогаз. Противогаз состоит из маски М49 с несъемной гофротрубкой, фильтропоглощающей коробки среднего увеличенного цилиндрического образца, а также стандартной противогазной сумки. Ну что ж, давайте для начала рассмотрим саму маску, маску М49. Маска М49 выполнена из зеленой резины, за что данный противогаз и получил свое народное прозвище «зеленый слоник». Эта маска не имеет ни обтюратора, ни подмасочника. Также очковой узел стандартного зажимного типа, такой же как и на ГП-5, не подразумевает под собой установку каких-либо незапотевающих пленок. Поэтому вместо этого был разработан специальный незапотевающий противогазный карандаш. Система крепления маски на голову осуществляется с помощью шести лямок, соединенных сзади в виде вот такого вот назатыльника. Он предотвращает сползание маски назад, а также является отличительным признаком между старой версией и более новой версией. В данном случае у нас здесь старая версия. В новой же версии назатыльник отсутствует. Данные лямки регулируются с помощью системы ремешков, поэтому можно спокойно подогнать под любой размер головы. Рядом, около клапанной коробки, мы видим номер пресс-формы. В данном случае это 380. Код завода-производителя, буковка М, Муромск. И год производства. Здесь 59-й год. Данная клапанная коробка имеет 1 клапан вдоха и также 2 последовательно соединенных клапана выдоха. Клапаны выдоха закрываются вот такой вот защитной крышкой со множеством отверстий, которая предотвращает механические повреждения самих клапанов выдоха. От клапанов вдоха отходит несъемная гофротрубка серого или же черного цвета. Фильтропоглощающая коробка выполнена в виде цилиндра со множеством выступающих выдавленных линий, зигов, которые препятствуют механическому повреждению данного фильтра. Фильтрация происходит снизу вверх. Зараженный воздух попадает в фильтр. Далее он встречает металлическую заглушку, которая вынуждает его пройти вбок. Тем самым он проходит максимальный путь перед тем, как выйти в саму маску противогаза. То есть посередине здесь пустота. По бокам сами фильтрующие вещества. Защищает данный противогаз от различных дымов, паров отравляющих веществ, самих отравляющих веществ, различных радиационных частиц, а также бактериологических инфекций и болезней. Тут мы видим стандартную маркировку, номер партии, год 58, ну а также название противогаза. Внизу мы видим марку самого фильтра. Фильтр выполнен в виде болотной расцветки, но также имеются светло-серые экземпляры. Но они намного более редкие. Ну что ж, в конце давайте рассмотрим противогазную сумку. Итак, данная сумка выполнена стандартно. Сделана она из защитной ткани зеленого цвета. Застегивается на одну пуговицу. Не имеет каких-либо карманов. Присутствует только один лишь плечевой ремень. Но также есть возможность пристегнуть дополнительный ремень для уменьшения вибраций при ходьбе и беге. Внутри сумка имеет два отделения. Одно отделение для самой маски, а второе отделение для фильтропоглощающей коробки. На дне фильтропоглощающей коробки есть специальные деревянные бруски, которые облегчают дыхание при погруженной фильтропоглощающей коробке в саму сумку. Сумка выполняет роль не только как инструмент для переноса и хранения противогаза, но также как и первичный фильтр для отсеивания крупных радиоактивных частиц, а также для защиты от влаги. Собственно, вот и все. На этом я заканчиваю обзор. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!